На площадке крупнейшей международной выставки «Продэкспо-2020» югостинская винодельческая компания «Иронсен» подписала первый контракт с Казахстаном. После проведенных переговоров в Москве удалось заключить договор на поставку вина из Южной Осетии. По словам одного из учредителей винодельни Таймураза Гогенова, на полях выставки прошли переговоры с дистрибьюторами российских сетей. В планах компании вывести продукцию на рынки российских регионов. Наша продукция реализовывается в основе через дистрибьюторов, которые базируются в городе Москва. Две компании – это компания «Руссан» и компания «Экспрессвин». Сейчас к нам подключился еще третий дистрибьютор, который тоже из города Москвы будет заниматься дистрибьюцией. Мы также поставляем продукцию в Абхазию. У нас вот в прошлом году первая была поставка. Работа по реализации угостинской продукции за пределами республики продолжается. На сегодняшний день руководство компаний прорабатывает сотрудничество с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Об этом речь шла на Донецком экономическом форуме. Мы с ними обсуждали стратегию, ценовую политику. И надеемся, что мы в первом квартале с усердием, во всяком случае, будем работать над этим вопросом, что расширим географию поставок вина из Южной Осетии на Казахстан, на Донецк, на Луганск. Гогенов также рассказал о том, что вода Багиадского наливочного завода, которая также была представлена на выставке, пользовалась большим интересом. Немалое количество дистрибьюторов, которые занимаются продажей воды, дегустировали ее и отметили хорошие качества. Мы привыкли к тому, что эта вода повсеместна. Мы предлагали на дегустацию эту воду. И огромное количество наших дистрибьюторов, которые помимо винной продукции также занимаются дистрибьюцией воды, проявили огромный интерес к воде Багиада. Вода им всем очень нравилась, пользовалась популярностью. И мы надеемся и планируем, что наши дистрибьюторы в Москве будут также заниматься продвижением воды. Южная Осетия представляла свою продукцию на форуме второй раз. Гогенов поблагодарил Министерство экономического развития и другие надзорные государственные органы за помощь и поддержку. Кроме этого, он подчеркнул, что в нашей республике хороший инвестиционный климат и совокупность тех факторов, которые влияют на успешную и комфортную работу инвестора, хорошо представлены на территории Южной Осетии. Мы не раз и на полях продэкспа, и при любом случае всегда призываем бизнес, бизнес-сообщество быть смелее и идти в Южную Осетию с инвестициями. Потому что это на сегодняшний день один из благоприятнейших зон. А также с точки зрения налогового законодательства считаем Южную Осетию тоже благоприятнейшим местом для инвестирования. Так что мы милости просим других инвесторов. Мы будем только рады, если сообщество бизнеса будет расширяться, создаваться рабочие места, и это придаст больше улыбок нашему красивому народу и нашей любимой Осетии. Оксана Джоева, Зарина Таттаева, ГТРК ИР, информационный выпуск, сегодня.